здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами Настя Ген Олег сегодня я хочу поделиться с вами необычными горными образованиями которые я думаю вас заинтересует также считаю что многие из вас даже не представляли что такие горы существуют давайте начну с небольшой горы ну а далее я вам конечно более удивительные места покажу почему именно с этой так я решил вот как видите это горочку уже разрабатывают небольшой карьерчик мы здесь видим давайте посмотрим фотографию как все это более детально выглядит как видите ее обтесали уже со всех сторон конечно очень сложно разобраться что здесь известняк мрамор или что-то еще ли но отлично видно то что ее разрабатывают местный народ ну а мы давайте более удивительные образования горные посмотрим которые находятся немного в стороне вот он этот хребет идет посмотрите с высоты уже более 50 километров как все это фантастически выглядит но мы давайте приблизим и более детально все это рассмотрим вот посмотрите как удивительно эти горы выглядят одна сторона светло-коричневая вторая белая все в прожилках давайте дальше продвинемся посмотрим более детально границы между белым и коричневым как все это выглядит далее еще мы посмотрим несколько фотографий где нам покажут туристы как на самом деле все это выглядит такое ощущение что это не горы а отвалы химические еще раз говорю это мое лишь предположение мои фантазии я не могу вам понять как такие горные хребты образовались посмотрите какие четкие границы между к примеру коричневым слоем и белым вы сами наверное видите что это горы не вулканического происхождения также посмотрите сколько цветов как от темно-коричневого до практически идеального белого также если внимательно смотреть по карте то мы увидим то что также эти горы они обсыпаны вот такой цветной более мелкой породы да и местами конечно водной эрозии дожди обмыли и обнажилась внутренняя структура этих гор также удивительно что это такое может быть я не знаю к сожалению я не нашел информации об этом месте почему они такие цветные белые коричневые мраморные кремовые посмотрите какие слоя в этом месте как вы думаете как такие горные массивы образовывались у нас в прошлом как видите здесь также как скальные породы так и супучие материалы также если внимательно рассматривать мы увидим то что водными потоками верхний слой размывается и это вся субстанция продвигается вдоль небольших речушек повезло есть несколько фотографий посмотрите как горы с белой структуры выглядят какие они фантастические также можно самый самый пик этих гор посмотреть что же это за структура да похоже они конечно на глину но кто его знает что это на самом деле глина известняк или что-то еще вы должны понять то что по фотографии это сложно определить но мы давайте дальше продвинемся посмотрим наши удивительные горы мне больше всего здесь поражает как они стыкуются все слои белые с коричневыми какая четкая полоса между слоями также меточка у меня здесь самолет посмотрите спутники при фотосъемке зафиксировали пролетающий самолет над горами я уже много раз вам показывал то что я часто очень наблюдая по фотографиям вернее нахожу вот такие вот самолеты которые пролетают так что это небольшой доказательства то что все таки фотографируют нашу землю со спутников которые гораздо выше самолетов а самолеты в среднем летают как вы знаете от 5 до 8 километров вот такая тоже интересная находочка вот максимально я так могу самолетик этот приблизить жаль конечно не видно что там написано о нем так бы мы вы узнали еще и название компании вот такой вот интересный горный хребет да я чуть не забыл многие же спросят а где это все находится давайте приподнимемся и посмотрим это иран исламская республика мы давайте еще парочку фотографий посмотрим вернее не парочку а одну как видим здесь всего одна фотография посмотрим как эти горы выглядят более детально ну а далее давайте я еще кое-что интересное покажу то что я нашел в этом месте а место это очень интересное поверьте дорогие друзья как видите меточки я назвал под вопросом давайте сначала с меточки город как обычно вид сверху а теперь давайте приблизим и посмотрим что тут интересного я увидел во первых остовы от небольшой деревеньки которые то ли смыло селевым или водным потоком как видите здесь очень много камней разбросаны или которых принесло с водным потоком гигантским также островы то ли от заборов то ли от участков то ли от домов ну непонятно также как я всегда говорю нам повезло здесь есть одна фотография ну не всегда одна фотография вот посмотрите как этот городок выглядит на данный момент это первая меточка этого города но мы давайте дальше немного продвинемся посмотрим что здесь еще интересного я увидел вот здесь небольшое скальное образование также удивляет что это такое может быть как видим и по карте также его хорошо видно и фотографии нам показывает что это что-то необычное похоже на растущие горы еще раз скажу фантазия это моя конечно видно то что этот скальный массив занесло песком здесь несколько фотографий этого места также как видим рядом поселок еще живой но вот дальше что-то гораздо интереснее дорогие друзья посмотрите так же то ли это заборы засыпанные песком то ли дома разрушенные а дальше если просматривать все интереснее интереснее получается что это за полосы каменные не ясно смотрите внимательно также жду ваши комментарии что это такое может быть ну я так понимаю что все это разрушила именно вот этим потоком который мы сейчас только смотрели который уничтожила тот городок или ту деревню которую я вам только что показал может быть эти заборы строили для защиты от ветров от песков не знаю но такие усилия чтобы такое количество заборов построить как видите все это разрушено именно вот этим потоком именно гигантскими камнями здесь очень сильный поток прошел все занесло все поломало переломало и так же если внимательно смотреть то не похоже что это какие-либо городские подстройки это что-то технологическое строили может быть заборы может быть еще что-то не знаю давайте повыше подомусь чтобы вам не ясно было что я показываю вот это место засыпаны песком и камнями вот она эта гора под поселок жилой а вот песок как эти барханы выглядят ну а мы давайте к следующей находке продвинемся что тут еще интересного можно увидеть меня также вот эта структура заинтересовала что это такое непонятно под меточкой номер семь я стоял странные холмы которые вытянулись цепочкой их несколько цепочек таких как видите есть пошире есть поуже цепочки такие также их образование под вопросом как они появились и откуда и вообще природное это явление или технологическое как видите эти цепочки не такие уж и короткие вдоль одной из них проходит дорога как видите да не везде здесь фотографии качественные но все равно мы можем разглядеть докуда они проходят эти цепочки ну а также и здесь интересные барханы интересной формы верни барханов этих форме лабиринта такие находки у меня дорогие друзья на сегодняшний день надеюсь они вам понравились и были полезны а на этом я заканчиваю этот короткий видеоролик всем до новых встреч